Вы путешествуете и оказываетесь в Нью-Йорке в скорой помощи в час ночи. Вашему другу плохо. К вам подходит человек, который выглядит как бездомный. Он говорит, что он доктор и хочет осмотреть вашего друга. Что вы будете делать? Господа, человек – нелогичное существо. Он действует, полагаясь на эмоции. Сегодня вы узнаете семь предубеждений, которые вы сможете использовать в свою выгоду. Первым предубеждением, господа, является тот факт, что мы склонны становиться ленивыми, когда нам необходимо подумать. На самом деле, это хорошая штука. Потому что процесс думанья и обработки информации требует много энергии. Вы знали, что большинство решений, которые вы принимаете в течение дня, это шаблонные решения? Это те решения, которые вы принимали уже много раз. Вы вырабатываете привычку и перестаете думать. Когда принимаете душ, вы не думаете. Когда водите машину на и с работы. Даже когда вы на работе, вы часто пребываете в состоянии автопилота. И вся энергия, необходимая для работы мозга, не используется. Когда же это происходит, то, скорее всего, появилась задача, и вы можете почувствовать, насколько меняется состояние. Наш мозг очень избирателен, и наше тело очень аккуратно, когда наступает момент подключения процесса обдумывания. Поэтому, когда вы встречаетесь с кем-либо, вы делаете быстрые суждения об этом человеке. Вы же не спрашиваете себя, «Интересно, каков этот человек глубоко внутри своей внешности?» Нет, вы решаете, есть ли угроза, и могу ли я ему доверять. Возвращаясь к примеру про доктора. Когда врач ходит в белом халате, это знак, что он является медицинским сотрудником. Когда вы надеваете костюм, знаете что? Многие ассоциируют это с символом авторитета. Когда пожарный входит в комнату и говорит «все на выход», мы послушно выходим. А сделай это голый человек, мы вызовем полицию. Это основано на авторитете, и то, с чем ассоциируется у нас униформа. Далее, давайте обсудим якорные предубеждения. Это делает нас более упрямыми, потому что мы хотим верить, что мы правы, так как мы постоянно создаем первые впечатления. Очень часто люди меняют свое первое впечатление. Мы думали, что тот парень умный, а потом видим, как он принимает глупое решение. И нет никакого логического объяснения тому, почему мы считали этого парня умным. Он был одет в пиджак, и все равно ты даешь ему еще один шанс. Потому что мы упрямы. Мы верим в то, что наше первое впечатление, не основанное ни на какой логике, было верным. Если мы хорошо выглядим и производим позитивное первое впечатление, как это влияет на нас? Если в какой-то момент мы накосячили и допустили ошибку, они дадут нам дополнительный шанс, в отличие от того, если мы произвели плохое первое впечатление. У вас были плохие манеры, и вы плохо выглядели, и они также о вас и подумали. То знаете что? Если вы вдруг допускаете ошибку, они чувствуют свою справедливость. Они посмотрят на вас и скажут, «Я знал, что этот человек не заслуживает доверия». Вместо того, чтобы сказать, «Все мы люди, стоит дать ему еще один шанс». Далее у нас идут социальные нормы. Это когда люди хотят быть принятыми в обществе. Мы все хотим вовлекаться социально. Как люди, мы жаждем принятия. Конечно, некоторые из вас бунтари, и вы хотите создавать свою личную тему. Но большинство других людей, они просто хотят взаимодействовать с другими людьми. Хотят быть среди людей. Поэтому правильно подобрать одежду для ситуации, даже если там нет никакого дресс-кода. Он там есть. И вы понимаете, если вы правильно подберете свой гардероб, то вы попадете в общественные нормы. Это помогает нам себя чувствовать лучше, когда люди о нас высказываются в положительной манере. Просто поймите, если вы выглядите соответствующей ситуации, вы будете себя чувствовать лучше, когда вы будете ощущать себя частью группы. Следующее предубеждение связано со статусом. Когда мы собираемся в группе, будь то три человека или триста, мы оглядываемся по сторонам и смотрим, кто лидер, а кто последователи. Как расположились люди, и мы хотим знать, к какой части группы мы относимся. Очень часто все определяется тем, как мы выглядим и как мы себя представляем. В нашей голове есть образ того, как должен выглядеть лидер. Когда мы видим человека, который одет в пиджак, мы думаем, что он лидер, основываясь на том, как люди одеты и как они себя ведут. Я не говорю, что надо постоянно надевать пиджак, но стоит знать, как статусные люди выглядят и ведут себя в конкретной ситуации. Но если вы находитесь в группе поддержки и не хотите быть лидером, стоит быть менее выразительным. Давайте поговорим о правилах выживания. Мы хотим окружить нас сильными людьми. Будь то сильный друг, который даст нам дельные советы в молодости, или друг, который прикроет нашу спину во время разборки. Это те люди, которых мы знаем, и которые позаботятся о нас и смогут нас поддержать, если мы вдруг упадем. Поэтому следует одеваться так, чтобы люди могли разглядеть в нас успех. В течение времени это меняется. Раньше выиграть в битве было в почете. В наше время скорее возможность выиграть в суде более уместно. Он выглядит как знаток. Я бы хотел с ним отправиться в путь. Стать частью этой истории. Я бы хотел поработать на него или чтобы он поработал на меня. Что бы то ни было, люди ищут возможность окружить себя людьми, которые помогут им выжить и развиваться. Следующее предубеждение, о котором стоит знать, это привлекательность. Будь то привлекательный мужчина или женщина, мы замираем возле привлекательных людей, потому что они выглядят здорово. Мы хотим быть рядом с ними. Так что мы начинаем им больше доверять. Когда мы доверяем людям, просто потому что они хорошо и привлекательно выглядят, угадайте, они будут нам больше продавать. Мы будем принимать глупые решения рядом с ними. Мы скорее всего согласимся с ними, когда мы бы никогда не согласились с таким предложением, скажем просто по телефону. Почему стиль имеет значение? Потому что одеваясь стильно, мы становимся более привлекательными. Когда вы более привлекательны, у вас появляется возможность повысить свое влияние среди других людей. Но не перегибайте палку. Далее у нас идет принцип отбора. Это когда вы начинаете углубляться в тему, вы начинаете ее чаще замечать. Это может быть красивая пара часов или туфель. Что бы то ни было, вы начинаете замечать это у других мужчин. Хорошие часы и хорошая обувь. Вы начинаете это им высказывать, говорить комплименты. Когда вы углубляетесь в детали мужского стиля, вы начинаете замечать, что те ребята, которые уделяют этому внимание, чаще всего добились определенного успеха. Например, вы сидите с парнем в аэропорту, у которого хорошие часы. Вы заводите с ним беседу, и он дает вам свою визитную карточку. Вот так заводятся связи, когда вы замечаете вот такие детали. Хорошо, господа, если вам понравилось это видео, я думаю, вам понравится и вот это. Почему ботинки делают мужчин более привлекательными? Я привожу пять примеров и научные доказательства. Друзья, теперь ваша очередь. Хочу, чтобы вы написали в комментариях, что вы думаете об этом видео. Отличается ли оно от других? Как вам те факты, которые я привел? Я использовал психологию и науку области, которые для меня близки и дороги. Хотите больше такой информации, переходите на сайт RealmanRealStyle, ссылка будет в описании. Также скачивайте мои электронные книги на разные темы, будь то туфли или часы. Все это бесплатно, ссылка будет в описании. На этом все, господа, берегите себя и до встречи в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok